Знаете, ребята, я раскрою вам секрет приготовления ризотто с лобстером. Это очень, очень, очень просто. Я знаю, что все мы думаем, что приготовим его на День Святого Валентина или по какому-нибудь особому случаю, но вы можете сделать это дома. Так что давайте приступим. Послушайте, я расскажу вам, как это делается. Смотрите, вот что у меня есть. Я уже разделал хвосты лобстера, видите? Я не стал их вытаскивать. Сейчас я покажу вам, как это делается. Смотрите, вот что я делаю. Я провожу большим пальцем по нижней части хвоста, отделяю мясо от мембраны, но я сделаю это вот так. Это очень просто. И посмотрите, какой маленький этот хвост. Так он получается более доступным. Вы, ребята, тоже можете так сделать, если хотите приготовить только два, понимаете, о чем я? Но у меня здесь четыре, понимаете, о чем я? Потому что мне нравится, когда много лобстера. Смотрите, я просто снимаю эту пленку. Вот здесь, потяните и отделите ее от мембраны. Тяните до самого хвоста, потому что нам нужно как можно больше мяса. Правильно? Вытаскиваем это, смотрим, и вот что мы видим, ребята. Что нам нужно сделать, так это просто. Это очень быстрое блюдо. Просто поставьте на медленный огонь, хорошо? Я сейчас добавлю, знаете, сливочное масло. А теперь, пока он тает, если вы, ребята, вернетесь сюда, я возьму своего лобстера и просто порежу его на кусочки, которые мне хотелось бы съесть. Ты понимаешь, что я имею в виду? Вы, ребята, можете делать это так, как вам заблагорассудится. Все зависит от того, насколько большим будет ваш укус. А теперь, поскольку я поймал 4 омара и мне нравится пробовать их на вкус, смотрите, какое вкусное блюдо получается. Я беру вот это, и мы делаем то же самое. А теперь я собираюсь разнести это по кругу, чтобы убедиться, что оно полностью расплавилось верно. Прямо сейчас у нас есть вот это. И если вам нужна какая-то страховка, я хочу, чтобы вы, ребята, взглянули на это прямо здесь. Вы видите это прямо здесь? Вот что я храню внутри этого вот здесь. Смотри, это ветка и виноградная лоза. А это оливковое масло, настоянное на чесноке. Я готовлю на нем, наверное, процентов 70 всего времени. У меня есть весь чеснок, и я имею в виду, что у меня есть все оливковое масло, настоянное на нем. Но возвращаясь к этому прямо здесь. Если я добавлю туда совсем немного, как я только что сделала, прямо здесь, которые также помогают защитить сливочное масло. Это что-то вроде небольшого совета профессионалу. И о боже, ты ведь тоже чувствуешь этот запах, верно? Так что давай продолжим и положим это туда. Не так ли? Теперь мы не хотим, чтобы это пережарилось, верно? Посмотри на это прямо здесь. Значит, ты видишь это прямо здесь? Это примерно то, чего ты хочешь достичь. На таком слабом огне это займет всего около трех минут. Так что смотри, мы просто положим его сюда. Хорошо, я помыл морковь и сельдерея, не так ли? Итак, что мы хотим сделать, так это нарезать это, верно? Я подойду сюда и избавлюсь от этого. Теперь это уже тонко нарезано, верно? Я возьму это и разрежу вдоль, посередине, прямо по хребту, хорошо? Этого будет достаточно. Теперь я возьму нож и нарежу это кубиками. Хорошо, теперь я почищу и нарежу их, чтобы получились маленькие кусочки, хорошо? Теперь возьми морковь и нарежь ее примерно такого же размера, как сельдерей. Хорошо, когда мы дойдем до этого, я возьму миску. Я объясню это как можно проще, хорошо? Начну с моркови, потому что она очень твердая, понимаешь? Мы хотим, чтобы морковь и сельдерей были готовы. После этого мы отложим их в сторону, и дальше все будет происходить очень быстро, хорошо? Возьми немного сливочного масла. Нам нужно, чтобы оно растаяло. Положи немного сюда. Мы будем следить за этим. Это вкусно. Нам нужен сливочный вкус. Теперь я добавлю лук. Если бы у меня был лук, я бы наверное положил его первым. Но сейчас я начну с моркови. Дай ей немного времени, а потом добавлю сельдерей. Через минуту добавим сельдерей. Вот это сочетание вкусов. Почти как триада, потому что у нас будет еще немного овощей. Понимаешь о чем я? Потому что мы будем использовать лук-шалот, верно? Но вам, ребята, тоже нужно привыкнуть к нему. Сейчас я его почистил, и мы его нарежем. Знаете, извините, что я так говорю, но мы собираемся его измельчить. Нам нужен его уникальный вкус. Поэтому мы не будем использовать обычный лук, верно? Сейчас я хочу вам сказать, что когда вы будете готовить, просто варите его, пока он не станет мягким. Вот я беру его и чувствую разницу между тем, когда я его только положил, и сейчас, когда он начинает размягчаться. Почти готово. Вы понимаете, о чем я? Я продолжаю, потому что хочу, чтобы он был максимально мягким. Вот я беру его. Я кладу его сюда. Хочу, чтобы он весь поместился. Хорошо? Ничего страшного, если немного останется, потому что мы будем готовить дальше. Я отложу его в сторону. Сейчас я добавлю сюда оливковое масло с чесноком. Да, сэр. Положите его сюда, но мы еще немного его разогреем. Я возьму свой салат. Давайте добавим его сюда. Те из вас, кто следит за мной, знают, что я люблю использовать чесночный пресс и свежий чеснок, верно? Но кто-то купил мне этот фарш, и я должен его использовать. Я просто возьму его, и мы его перемешаем. Я собираюсь немного подержать его на огне. Сейчас я приготовлю рис. Теперь мы просто немного поджарим его и дадим ему пропитаться. Теперь мы добавим белое вино. Это действительно важный шаг, он придает блюду вкус. Теперь мы будем выпаривать вино, но я хочу вам кое-что показать. Я использую эти кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием. Понимаете, о чем я? Здесь ничего не пригорит. Так что мы просто добавим сюда полстакана, хорошо? Как только оно нагреется, вы сразу почувствуете запах вина. Пока мы выпариваем вино, нам нужно добавить примерно 4 стакана, хорошо? Давайте сделаем это. Это мой куриный бульон. Теперь вернемся сюда. Посмотрите, мы выпарили все вино. Вы ничего не увидите, но почувствуете запах. Вот оно, ребята. Доверяйте своему носу, хорошо? Если запах приятный, значит текстура уже кремовая, верно? Теперь мы хотим добавить бульон. Теперь я буду добавлять понемногу, хорошо? Я тоже на среднем огне, должен был сказать об этом. Понимаете, о чем я? Давайте проверим. Потому что мы хотим, чтобы он закипел. Я буду помешивать. Я хочу, чтобы рис впитал бульон, понимаете? Мы хотим, чтобы когда рис впитает жидкость, я добавил еще немного. Потом будем добавлять еще и еще, пока не закончится. Обычно уходит около четырех чашек. Вот видите, здесь примерно чашка. Да, точно, я смотрю на свой пирикс. Думаю, примерно так. Здесь, наверное, была примерно чашка. Смотрите, вот здесь. Видите, сколько осталось? И вот почему. Если вы положите рис в чашку, то увидите, что он впитал немного, и понадобится минута, чтобы он снова закипел. Поэтому нужно добавлять примерно по пол чашки за раз. Вы варите, ждете, пока рис впитает жидкость, и все, что испаряется, остается здесь. Но вам нужно, чтобы рис именно впитал жидкость. Вот, попробуйте, ребята. Если вы никогда раньше этого не делали, то, наверное, тоже добавите это в свой арсенал. Это очень просто. Понимаете, о чем я? Просто нужно немного времени, чтобы приготовить рисунок. Ладно, смотрите, вот что мы делаем. Видите, почти все впиталось, да? Рис стал густым. Я убавляю огонь. Понимаете, о чем я? Давайте посмотрим. Да, нам нужен средний огонь, верно? Видите, какой он густой? Как будто влажный рис, да? Но вот что нам нужно сделать. Теперь нужно добавить сельдерей и морковь обратно в соус, и все остальное, все соки, все это. Вот откуда берется вкус. Понятно? Так что просто перемешаем все вот так. Давайте я все перемешаю. Соус начнет нагреваться. И я хочу, чтобы огонь был не очень сильным, хорошо? Вот здесь у нас сыр, вы можете произнести это слово. Скажите, как это называется. Кажется, это пармезан, сыр или что-то в этом роде. Здесь немного сложно выговорить, но не волнуйтесь. Все получится. Не забывайте, что вы можете зайти на мой сайт. Там есть полный рецепт с картинками. Он называется smakingantgrilling.com и w-i-t-a-b.com. Хорошо, теперь я добавлю сыр и немного его изменю. Я хочу добавить примерно полстакана. Убедитесь, что огонь не слишком сильный, примерно на минимуме. Понятно? И обратите внимание, что я использую мелкую терку, чтобы было легче тереть сыр и молоко. Помните, что огонь должен быть слабым. Теперь добавляем сыр и перемешиваем вот так. Смотрите, что получается. Видите, как он растворяется? Всего полстакана. Иногда я готовлю так, и знаешь, ты бы попробовал сделать это с сыром. Понимаешь, о чем я? Но это не обязательно. Мы готовим на медленном огне, чтобы помочь ему растаять. Но когда мы добавляем, не забудь, что нам нужно положить туда омара, верно? Когда мы кладем туда омара, мы не хотим, чтобы он, ну знаешь, больше не готовился, верно? Мы просто хотим, чтобы он был теплым, достаточно теплым, чтобы его разогреть. Ну вот, почти готово. Теперь я возьму это, добавлю немного сюда, чтобы разогреть, понимаешь? Слушай, я только что попробовал, и могу сказать, что это вкусно. Вот так вот. Это так просто. Я знаю, что когда видишь это на видео, кажется, что это сложно, но это не так. Теперь я возьму это и положу в миску. Помнишь, я показывал тебе, как подавать омара? Это для презентации. Понимаешь, о чем я? И я могу использовать металлическую посуду в своих кастрюлях и сковородках с антипригарным покрытием. Почему? Потому что они так устроены. Это не просто покрытие. Я имею в виду, что это не просто антипригарное покрытие на сковороде. Вот, видишь, я посыпал немного петрушки. Слушай, я не собираюсь долго говорить. Я вам обещаю, что если вы когда-нибудь закажете это в ресторане, то поймете, что здесь есть лобстер. Вот почему я выбрал номер четыре. Знаете что? Давайте выпьем за это. Это просто огонь. Ребята, если вы когда-нибудь заказывали это в ресторане, вы понимаете, о чем я. Смотрите, здесь есть хвост лобстера. Послушайте, я не собираюсь долго говорить об этом. Я сразу перейду к делу. Не забудьте написать мне в комментариях ниже. Не забудьте, что полный рецепт есть на моем сайте smackingandgrilling.com. Это witab.com. С учетом сказанного, если вы новичок, вы знаете, что делать. Не забудьте поставить лайк, подписаться и рассказать всем, что есть канал, который упрощает рецепты. Я делаю готовку проще. Подпишись на наш канал, поддерживай украинский контент.